В этом году кинокомпания Марвел удивила своих фанатов фильмом «Человек-паук. Нет пути домой», в котором нам вновь показали старых Человеков-пауков Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Фильм «Человек-паук» с Тоби Магуайром вышел вот уже в далеком 2002 году, и наверняка многие из нас хорошо помнят ту сцену, в которой тощего Питера Паркера кусает паук. А спустя время Питер просыпается уже другим человеком, к нему возвращается хорошее зрение, и он с удивлением замечает, что подкачался за время сна. Конечно, сегодня мы прекрасно понимаем, что форма Тоби Магуайра была достаточно посредственной, особенно на фоне нынешних супергероев. Однако, поверьте мне, в 2002 году, когда мы были детьми, Тоби Магуайр в этой сцене казался нам настоящим зверем, и мы мечтали накачаться так же. Режиссер фильма заявил, что в этой сцене нет никакой компьютерной графики. Момент, когда Тоби выглядит совсем уж худым, был снят в одно время, а сцена, когда у него внезапно выросли мышцы, была снята спустя шесть месяцев. В интервью Тоби Магуайр говорил, что тренировался к роли именно шесть месяцев, что также совпадает с высказыванием режиссера. Многие источники уверяют нас, что Тоби прошел через настоящий ад, чтобы привести себя в эту форму. Но на самом деле Магуайр не самый большой пахарь, и никогда не являлся любителем напряжения. Вот и в случае с тренировками Тоби особо не напрягался, и занимался в стиле легкого фитнеса, о чем и свидетельствует его форма. Он не мучил себя высококалорийными диетами, не ел каждые два часа, чтобы набрать много массы. И несмотря на все это, он все равно сделал именно то, что от него требовалось. Вес Тоби Магуайра в фильме составлял 72 килограмма. При росте 1 метр 72 сантиметра Тоби придерживался диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием белка, состоящий из вегетарианских бургеров, тофу, цельнозерновых продуктов, фруктов и орехов. Тоби решил стать вегетарианцем еще в середине 90-х, и потому старался не употреблять в пищу мясные продукты. Конечно, это представляло сложность во время его тренировок. Однако его целью не был набор огромного количества массы, чтобы стать как, например, Джон Сина. Ему всего лишь нужно было привести в тонус мышцы, сделать их рельефнее и объемнее. Ведь по задумке, Человек-паук не должен быть тучным качком. Сам Тоби Магуайр признается, что не является большим едоком, и какое-то время его диета выглядела так. Завтрак, протеиновый коктейль, обед, тофу, брокколи и грецкие орехи, ужин, вегетарианские бургеры, коричневый рис. Достаточно скромно, но для Тоби Магуайра с весом в 70 килограммов, видимо, этого было достаточно. Чтобы двигаться соответствующий Человеку-пауку, Тоби Магуайр, помимо тренировок с железом, занимался акробатикой и боевыми искусствами. Тренером Тоби стал известный в голливудских кругах человек Грегори Джушен Рош, который также занимался подготовкой Брэда Пита к роли в фильме «Троя». Рош решил, что Тоби должен заниматься с отягощениями 4 раза в неделю. В понедельник Магуайр прорабатывал грудь и трицепс, во вторник – спину и бицепс, в среду ноги, в четверг – плечи и пресс. На каждую мышечную группу уделялось по 3-4 упражнения в 10-15 повторах, что в среде бодибилдеров считается многоповторным режимом. Следует отметить, что во многих сценах вместо Тоби Магуайра в костюме Человека-паука выступает каскадер, а сам костюм имеет специальные подкладки, создающие эффект мышечной массы. Именно этим и объясняется разница в форме Магуайра, когда он без костюма и когда он в нем. И несмотря на то, что этот фильм был снят в 2002 году, этот момент был сделан качественнее, чем, например, в фильме «Шазам» 2019, где исполнитель главной роли носил такие же фальшивые мышцы под костюмом. Но это действительно бросалось в глаза, а в ситуации с Магуайром этого удалось избежать. Тоби Магуайр не является фанатом фитнеса или спорта и рассматривает эти занятия лишь как способ подготовки к роли. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.